Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спасский посетил культурный центр в поселке Володарского. А откуда все экспонаты? Все экспонаты это на 99% вещи, документы, предметы жителей. Билет в будущее – проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Наша школа провела онлайн-диагностику. И сегодня мы находимся с детьми на профпробе в Центре управления регионом. Хореографические коллективы округа показали свои достижения в рамках фестиваля «Лови ритм». Культурный центр в поселке Володарского – место притяжения детей и взрослых. Здесь хранится богатое наследие истории поселка, музей, библиотека и детской школы искусств. И все бы ничего, но помещение давно нуждается в ремонте, о чем сотрудники учреждения рассказали главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому. Какое решение по этому вопросу принял руководитель муниципалитета, расскажет Юлия Погасьян. Очень рада, что вы к нам приехали. У нас библиотека является центром культуры. И большое количество жителей приходит у нас не только за книгами, но и также на всевозможные кружки. Это раньше в библиотеке можно было только почитать. Сегодня подобные учреждения стали культурными центрами, где проводят мастер-классы, семинары, различные массовые мероприятия. Сотрудники Володарского филиала стараются соответствовать современным тенденциям. Но с каждым годом делать это все сложнее. Помещение нуждается в ремонте, мебель в обновлении. Сказывается и нехватка оборудования. За решение проблемы взялся глава Ленинского округа Алексей Спаский. А откуда все экспонаты? Все экспонаты – это на 99% вещи, документы, предметы жителей. То есть люди, да? Да. Заходя в библиотеку поселка Володарского, сразу окунаешься в историю. Учреждения соседствуют с Краеведческим музеем. Экспозиции расставлены на каждом шагу. Экскурсию главе провела искусствовед Елена Сорокина. Четыре зала, каждый отведен определенной эпохе – от истоков до современности. Самые главные вещи, предметы, документы – это, конечно, это наши достопримечательности. Это наша река Пахра, самая древняя. Это наши храмы, это наша фабрика, хотя многое другое. И, конечно, наши достопримечательности – это поколения, это люди, которые жили и живут сейчас. Чтобы сохранить все это наследие, нужны силы и средства. Некоторые экспонаты нуждаются в реставрации. Музей позволить себе этого не может. За помощью сотрудники учреждения обратились к главе округа и получили положительный ответ. Сейчас даже ощущается, что достаточно свежо. Подобная ситуация происходит и на втором этаже здания, где располагаются всевозможные творческие кружки. Холод в кабинетах мешает проведению занятий. Однозначно ремонтировать, потому что последний ремонт, как говорят, больше 20 лет назад, было уже сейчас, несмотря на то, что полноценная зима не пришла, но мы ощущаем, что прохладно в кабинетах, в помещениях. Ну и плюс ощущается уже нехватка площадей. Этот вопрос мы обсуждали где-то примерно год назад. Вопрос, конечно, разработки проектно-сметной документации, ну и изыскания денежных средств, вхождения в государственную программу. Тем не менее, вернемся к этому вопросу, но, повторюсь, вопрос ремонта существующих помещений никто не отменял, мы займемся этим прям незамедлительно. А в самое ближайшее время, до Нового года, в библиотеке появятся компьютеры и мультимедийная техника, которые так необходимы учреждению. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Билет в будущее. Так называется проект, направленный на раннюю профориентацию учеников с 6 по 10 классы. По всей России в нем принимают участие свыше 3000 учебных заведений. Одно из них – школа-поселка совхоза имени Ленина. На одной из экскурсий ребята познакомились с профессиями, связанными с муниципальным управлением. В нашем здании стекается вся информация о любых проблемах, проходящих на территории нашего города, как всего нашего городского округа. Если вы посмотрите на большой экран, скажем так, вот эта программа – это и есть программа Центра управления регионом. Здесь знают все или почти все, что происходит на территории городского округа. Касается это абсолютно любых сфер жизнедеятельности – и уборки мусора, и ремонта, и бизнеса, и различных нештатных ситуаций. Нам присылают информацию о том, что произошло ДТП. Приходит в город Видное, в Ростов-Ленском самолдом 1, есть пострадавшие. Мы направляем информацию сотрудникам дорожной патрульной службы. Муниципальный центр управления регионом – одна из первых организаций, куда приехали ученики школы-поселка совхоза имени Ленина в рамках проекта «Билет в будущее», цель которого – ранняя профориентация учеников. Дети вышли из зоны комфорта, своего маленького мира, своей маленькой школы, своего совхоза имени Ленина, поселка. Они приехали, вот видно, им показали масштабы работы на весь Ленинский городской округ и на всю, в принципе, Московскую область. То есть, ну, это надо было видеть в глаза детей. В центре управления регионом ребята смогли наглядно увидеть, как протекают процессы сбора и обработки информации, касающейся жизни округа. И, возможно, в будущем смогут сделать выбор в пользу профессий муниципального управления. Наша школа провела онлайн-диагностику. И сегодня мы находимся с детьми на профпробе в центре управления регионом. Дети очень счастливы, довольны, это очень интересно. Проект «Билет в будущее» реализуется при участии главного акционера ЗАУ совхоз имени Ленина «Агрохолдинга» Рота Агра. Следующая поездка запланирована на нашу телекомпанию, и мы обязательно о ней расскажем. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Медики продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю в стационар инфекционного корпуса ВРКБ поступило 194 человека. Всего сейчас там проходит лечение 362 пациента, и у каждого из них своя история спасения. 34-летнему Егору Купряшину пришлось заново учиться самостоятельно дышать и ходить. В стационар ВРКБ он поступил два месяца назад в очень тяжелом состоянии, но смог побороть болезнь. Я не благодаря всем врачам, медсестрам. Здесь такой медперсонал, которые помогают во всем. Девочки здесь молодцы. Благодаря ним только я, наверное, здесь и выжила. Коронавирусом болеют все, в том числе и сами медики. 33-летний врач-рентгенолог Артем Денисов попал в ковидный стационар три недели назад. Прививку, говорит, сделать не успел. Понадеялся на молодой и сильный организм. Сейчас жалеет. Две недели был на двух баллонах кислорода. Сейчас уже постепенно все снимают. Становится легче, но все равно еще процесс долгий, потому что объем поражения очень большой. Через полгода обязательно ревакцинироваться буду после этого. Потому что такое никому не советую еще переживать. Во всем мире не утихают споры вокруг прививок от коронавируса. И это несмотря на постоянный рост заболевших, новые штаммы COVID-19 и переполненные больницы. А что думают о вакцинации те, кто прямо сейчас лежит в больницах и борется с коварным вирусом? И очень жалею о том, что перед тем, как заболеть, не сделала вакцину. Благодаря усилию докторов я выжила. Очень тяжело. Прививайтесь, пожалуйста, люди. Берегите свое здоровье. Очень плохо. Девочки, все делайте прививку, пожалуйста. Тяжело. Это очень тяжело. Иначе им тоже трудно. Им тоже не легче. Вот столько больных лечат они. Главное – берегите здоровье ваше, чтобы никому не было плохо. За прошедшую неделю в стационар инфекционного корпуса ВРКБ поступило 194 человека. Всего же сейчас там лечатся 362 пациента. У нас отделение заложено полностью. Пожалуйста, очень вас просим всех вакцинироваться. Позаботиться о здоровье своих и близких. И вы нам этим самым облегчите лечение. Так что, если вы еще не сделали прививку, советуем поторопиться. Пройти вакцинацию можно восьми учреждениях здравоохранения округа и пяти мобильных пунктах. Екатерина Борисова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дворец Спорта Видное отмечает свой 15-й день рождения. В его истории множество соревнований и сотни громких побед. Тему продолжит Екатерина Коваленко. 15 ноября 2006 года – памятный день для всех жителей города и муниципалитета. Тогда был торжественно открыт Дворец Спорта Видное, и его двери впервые распахнулись для гостей. Площадь – 11 тысяч квадратных метров. Более трех с половиной тысяч зрительских кресел. Он построен по самым современным технологиям. Дважды лучший объект спорта в Московской области. На его паркете баскетбольная команда «Спарта НК» выиграла 4 Евролиги. И это лишь некоторые победы. Сегодняшний день – это дом не только для баскетбола, но и для мини-футбола, и для каратэ, и для танцев, и для всех видов спорта, которые мы в общем популяризируем не только в Ленинском городском округе, но и во всей нашей большой стране. Поздравить коллектив Дворца Спорта с юбилеем приехала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Дворец Спорта Видное – это не просто уже история Ленинского городского округа. Это абсолютно точно направленный взгляд в будущее. Спорт – это движение вперед. Сотрудникам Дворца Спорта вручили награды и памятные подарки. Сегодня в коллективе более ста человек. Административный аппарат. Многие работают здесь долгие годы. Юлия Михайлова, которая за семь лет из методиста выросла в заместителя директора, признается, что каждый рабочий день для нее – это радость. Это практически вот уже мой второй дом, в который я с удовольствием просыпаюсь, иду, и готова работать и по выходным, и на каких-то мероприятиях вечером после работы. Ну то есть очень люблю наш Дворец Спорт. Самый лучший объект, считаю, на территории Ленинского городского округа. А коллега Юлий Дмитрий Новиков и вовсе говорит, что коллектив Дворца Спорта – это большая дружная семья. Мы развиваемся с каждым днем, мы уже строим новые объекты, проводим мероприятия. Хотелось бы, чтобы коллектив креп, рос, проводил все больше и больше мероприятий, был эффективнее и больших побед. Наш телеканал присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Дворцу Спорта Видное и дальше удерживать высокую планку и оставаться флагманом спорта Московской области. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе на финишную прямую вышел творческий фестиваль «Лови волну». Очередной этап под названием «Лови ритм» состоялся во Дворце культуры города Видное. Главная цель фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну» – показать достижения творческих коллективов муниципалитета. Один из этапов был посвящен хореографии и танцам и получил название «Лови ритм». Кроме собравшихся в зале зрителей оценивали выступления юных артистов члены жюри. Прежде всего, эмоциональная составляющая, технические аспекты, костюмы, сценический образ, танцевальность. Хореографический ансамбль «Соловушка» подготовил для фестиваля сразу два номера – «Барыня» и «Сибирская плясовая». К каждому выступлению участницы коллектива относятся очень ответственно, но особого волнения перед выходом на сцену не испытывают, ведь все элементы танцев отработаны заранее. На репетициях мы первую часть урока занимаемся классическим или народным танцем, а вторую часть урока мы повторяем номера или учим новые. Театр-студия детского балета «Арабеск» под руководством Ирины Церингер из ДШ и города Видное представил на суд зрителей самые изящные выступления фестиваля. Поскольку мы выступаем в номинации искусства балета, то это репертуар классического наследия. Вариации Китри из балета «Дон Кихот», вариации «Эсмеральды» из балета «Эсмеральда», сцена из спектакля «Золушка» будет. И танец под рук из балета «Жизель». Уже в столь раннем возрасте юные артистки с уверенностью отвечают на вопрос, почему выбрали именно хореографию тем направлением искусства, в котором хотят развиваться в будущем. Это байные танцы, это классика, это красиво. Ну, я с детства мечтаю стать балериной. Для меня это просто что-то превыше всего. Танец для меня – это всё в жизни. 16 коллективов выступили на сцене Дворца культуры. Публика тепло принимала каждый номер. Все танцоры получили дипломы участников фестиваля. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ватная игрушка возвращается благодаря современным мастерам. В Расторгуевской библиотеке открылась выставка уникальных ёлочных украшений. На экспозиции представлены изделия ручной работы мастерицы Татьяны Пономарёвой. Ватная игрушка, как символ советского прошлого, вновь становится актуальной спустя десятилетия. Три года назад заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Пономарёва решила возродить старую традицию – в преддверии новогодних праздников создавать ёлочные украшения из ваты. В руки попался старый-старый наш Дед Мороз, который вот с 50-х годов. Самое главное, говорит Татьяна, это фантазия, а материалы для изготовления простые и доступные. Как вата превращается у нас в скульптурку, это тоже основа у нас проволочный каркас. И на проволочный каркас просто наматываем потихонечку вату и её закрепляем уже клеем. Татьяна признаётся, вата – материал очень капризный, но мягкий. С ним приятно работать. Терпение, мастерство и стремление что-то сделать красивое. Вся экспозиция разместилась на новогодней ёлке. Здесь и традиционные персонажи, ретро-игрушки и даже фантастические литературные герои. Здесь только мои работы и работа та, с какой всё началось. Я её специально повесила, она у меня как мой маленький талисманчик. Полюбоваться уникальной коллекцией Татьяны Пономарёвой можно будет в течение месяца. Выставка в Росаргуевской библиотеке открыта для всех желающих. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднетове. На сегодня это всё. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова